всем привет наступила как говорится зима сегодня у нас 1 декабря и срочно понадобилось установить подогрев двигателя ну я буду купил вот таких вот два подогрева называются они автомобильные электроподогреватель gold stream китай сказали магазине что китай что у него ходит а вот такой сам компактный подогреватель его вытаскивать не буду потому что я купил два штуки вот буду один ставит себе один товарищу товарищу на nissan а себе на honda вот он сам подогреватель вот такой компактный размеры его ну сейчас возьму линейку длина без патрубков вот без этих патрубков длина его 8 сантиметров высота скажу 7 сантиметров и ширина 6 сантиметров ну то есть достаточно компактный мало того что он компактный в нем еще установлена крыльчатка которая гоняет тасол во время подогрева это очень хорошо потому что его можно ставить в любое место главное чтобы он только не завоздушивался и как вам сказать циркуляция будет проходить через весь двигатель ну а для запуска двигателя не надо чтобы он был горячий надо было чтобы он хотя бы чуть-чуть был теплый вот например если на улице минус 30 а двигатель там плюс 5 до плюс 10 уже запуск будет почти летний вот тут всякие разные предупреждения не работать без охлаждающей жидкости не работать без заземления избегать воздушных пробок при работе корпус нагревается то есть если он стоит на автомобиле и например у вас на улице минус 30 включаете его начинает нагреваться и то что вокруг него тоже будет немножко нагреваться вот здесь пишут его напряжение рабочие 220 вольт частота 50 герц вот почему-то про мощность ничего не пишут ну здесь есть инструкция вот такая скорее всего в ней написано вот я вам просто показал сам выогреватель дуется он ну то есть вот когда стоит на месте и я думаю не будет ли он мешать прохождению тассола дуется легко то есть тассол через него будет идти прям на раз-два то есть можно свободно врезать любое место двигателя я думаю что он этот обогреватель не будет мешать прохождению тассола так в инструкции что пишут в инструкции это моя как бы мини обзор делают такая красивая инструкция даже можно сказать цветные фотографии гальстрим перечень деталей подогреватель 1 штука инструкция гарантийный талон 1 штука все никаких хомутов никаких шлангов в принципе он по большому счету и не нужен вот этот подогреватель при пользовании подогревателем следует помнить что нарушение правил эксплуатации подогревателя или его могут получить могут получить причиной пожара но это не русский перевод скорейшего машины и перевод поэтому так вот такой период для безопасного использования тщательно прочитает и следующее любую инструкцию тут пишут следующее следующие пункты внимание следующий без пробелов следующее без пробел данный подогревателем предназначен только для разогревания двигателя использующего систему охлаждения жидкости не применять на грузовых автомобилях некачественный антифриз может вызвать засорение подогревателя без пробелов пишут, как попало Галимый Китай из-за накипи от мороза после установки необходимо запустить двигатель на высокие обороты чтобы видимо избежать пробок чтобы продуть и выпустить воздух из подогревателя при установке подогревателя есть воздух значительным объектом, который может вызвать сопротивление воздуха если воздух будет в этом подогреве двигателя то он не будет качать рабочая температура этого подогревателя сейчас если увижу рабочая температура интересно пишет установка сначала искать место монтажа подогревателя ищем место наверное некачественный перевод видимо экономили на переводчиках обрежьте шланг отопителя то есть в отопитель его желательно ставить подогрев двигателя ой, подогрев салона затем потихоньку налить антифриз до перелива из выхода подогревателя вот так вот устанавливаем вверх и наливаем тасол который был слит и он должен у нас отсюда побежать ну посмотрим сейчас будем устанавливать посмотрим высота подъема воды от насоса 90 сантиметров то есть на 90 сантиметров он может качать воду не воду а охлаждающую жидкость скорее всего диапазон температур нагрева от 65 плюс-минус 5 градусов ну то есть максимально 70 градусов он может нагреть и там внутри срабатывает скорее всего биметаллическая пластина вот здесь вот написан вход вот он вход вот здесь стрелок никаких нет ну раз это вход а их всего два патрубка значит это выход здесь диаметр вот этого патрубка 16 миллиметров ну я замерял на Ниссане там тоже 16 на Хонде на своей еще не мерю все в принципе ничего такого здесь сложного вот вскрывать я его не буду здесь вот написана такая надпись Гольфстрим посмотрим пойдем устанавливать всем пока вот такой небольшой обзор обогревателя значит что мне не понравилось раскрутил я его принес к автомобилю вот такой вот коротенький шланг ой шланг короткий короткий провод вот этот вот проводок вместе с вилкой вместе вот с этой вилкой ну то есть я мерил вот до самой вилки 80 сантиметров то есть если я где-то вот так вот установлю подогрев вот смотрите его даже не хватит чтобы высунуть за капот ну как-то не совсем приятно наверное придется его откуда-то отсюда высовывать и вилку не разобрать чтобы другую поставить и как бы он на гарантии ну посмотрим будем устанавливать значит будем устанавливать вот он сам двигатель двигатель здесь QG15 DE полтора литровый и так-то места под капотом достаточно много это Nissan кузов F B 15 и вот я решил здесь вот видите два шланга вот он один второй два шланга это вход и выход в систему отопления салона вот какой из них вход какой выход если честно да ну судя по термостату значит вот сюда он давит вот сюда вот этот помпа вот это у нас термостат значит вот это вот сюда идет давление вот оно идет давление идет 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 значит вход у нас вот этот шланг а выход вот этот можно устанавливать как на выходе так и на входе только правильно направление куда он должен тянуть или толкать эту охлаждающую жидкость ну я так как посмотрел по шлангам. Более-менее они одинаковые. Вот видите. Е-мое, лежит вот. Вот этот шланг и вот этот, который на вход в шланг, он немножко подлиннее. А вот этот на выход. Ну, сейчас еще подумаю. Наверное, все-таки буду резать вот этот шланг. И устанавливать его вот сюда. Здесь мне его за что-то придется зацепить. Может быть, даже вот за коллектор. Вот. Сниму, скорее всего, воздушный фильтр вот с этим патрубком, чтобы мне легче было его устанавливать. Ну и будем ставить. Прежде чем приступить к установке, сниму воздушный фильтр. Один, два, три и четыре. Четыре защелки. Снимаем разъем датчика массового расхода воздуха. Здесь его надо будет оп, вот так отсоединить. Вот этот шланг, сапун с адсорбера тоже надо будет снять. снимаем сапун с крышки клапанов. Откручиваем хомут, который держит, крепит наш вот этот патрубок, гофру нашу к друссельной заслонке. ослабили. ослабили. Ну и вот она, наша гофра пошла вместе с фильтром. Убираем сторонку. Теперь у нас здесь свободный доступ и посмотрим, куда примастить можно. Вот он сам, подогреватель. Наверное, ставлю-ка я его вот сюда. Вот сюда вот. Конечно, желательно было бы вот так его как-то вертикально ставить. Вот это выход. Когда решил устанавливать, думал, тасол не буду сливать, просто обрежу, сколько вылится, столько и вылится. А сейчас что-то решил слить тасол. Хотя бы с радиатора охлаждения. Поэтому идем вниз. Тут внизу у нас вот он, шланг. Заодно, посмотрите, как сливается с радиатора охлаждения тасол. Вот если по ходу движения, вот, видите, прямо едем. То есть, вот это левая сторона, вот это правая. С левой стороны кран в радиаторе Nissan Sunny кузов FB-15. Вот видите, откручиваю пока не бежит охлаждающая жидкость. Немножко грязи оттуда вываливается. Нам надо поймать. Надо было крышку открыть, крышку радиатора. Сейчас все-таки по низу открою. Вот она, крышка радиатора. Она как бы держит, не дает сливаться. Все, открыли. Вакуум убрали. Крышка клапанов. Крышка радиатора открыта. Открываем. Ну вот. Совсем другое дело. Пусть сбегает. Там инструкции сказано, что этот подогрев должен быть ниже пробки, вот этой пробки крышки радиатора сантиметров на 10-15. Ну, как раз, примерно так и есть. Короче говоря, сейчас дождемся, когда тасол сойдет, сольется. Ну, здесь вот обязательно он останется. Надо будет, наверное, эту защелочку разъединить и приподнять шланги. Часть тасола, видите, выбежала, чтобы еще легче бежала. Я сейчас открою вот этот шланг. Все, тасола уже там нет. Это хорошо. Теперь обязательно нужно вскрыть шланг печки. Попробую приподнять его для начала. Прежде чем вскрывать. Опа! Так, это у нас вакуум. Ну, что? Немножко надо почистить вот это место, чтобы грязи меньше было в систему охлаждения. И, может быть, разъединять и резать. Вот эта вся грязь, видите, шланг вот черный виднется стал. Это из-за того, что внизу нету защиты двигателя, пластиковой даже. Вот. Поэтому такая грязь. Вот этот хомут, который держит два шланга вместе, я аккуратненько отверточкой подковырну, тонкой. Вот так. И он разошелся. Пока в сторонку его нам нужны, нам нужен вот этот шланг, вот этот вот. Видите, я его приподнял, чтобы из него весь тасол выбежал. Так, вроде бы тасол весь выбежал из этих шлангов. теперь я сейчас сделаю пометочку, чтобы лишнее не отрезать. Например, вот отсюда вот так. И где наш подогрев? Ну, и где-то, где-то вот так вот. Сильно не буду укорачивать. Так, поменьше возьму. И вот до сюда. Это примерно сантиметров, ну, не примерно, а точно здесь у нас получилось, вот я шланг штангелем замерил, 8,3 8 сантиметров 3 миллиметра. И длина нашего подогрева вместе, видите, вот с этим буртиком, тоже такая же 8,3. Вот, поэтому я, когда вот этот кусок, сегмент шланга вырежу, в него вставлю вот этот подогрев, вот в этот кусочек, и я думаю, он станет прекрасным. На будущее, если вдруг придется поворачивать вход-выход, все точно так же подойдет. Все, берем острый ножик и режем планк. Перед резкой шланга все-таки надо его почистить. Он совсем грязный, нехорошо, некультурно. Почистил я его, крутил, крутил, думал, как буду одевать-то? Так что, наверное, я все-таки с самой печки сниму шланг. нифига не могу крутануть. Так, сдвинуть шланг с патрубка смог только предпомощи проскогубцев, вот так. Опачки, я его согнул, лыжи маленько. Вот так вот на мясоне сына вот эта часть пластмассовая, я не думал, что она вот так согнется. Ну что, снимаем второй шланг, в который все-таки решил я врезать. Все, оба шлага сняты. Врезать будем вот во второй, первый, второй, во второй будем врезать. Сейчас я его постараюсь сюда поближе, на свет божий. Неудобно, конечно, зараза. Ну а куда деваться? Вот он шланг, вот сюда я буду врезать. Вытащил. Остатки тасола со шланга выливаем. Сейчас надо мне его промыть хорошенько сверху, чтобы отрезать кусок. Так, вот он шланг, вот так он лежит, мне нужно сюда врезать подогрев. То есть режем, еще раз говорю, вот здесь и где-то вот здесь. Так, одна отрезана, режем вторую. Отступаем восемь с половиной и режем. Так, вот кусок вырезан, примеряем подогрев. Подгоняю хомуты, и сейчас здесь буду смазывать герметиком и садить на место. Одна сторона готова. Так, намазал, немножко подсохло. Вот сейчас буду одевать. Ну, примерно, примерно вот так. Так, вот эти вот надо обрезать, чтобы соседний шланг не царапали. Сейчас их маленечко болгарочкой отпилю или сломаю, не знаю, что сделаю пока. Все, значит, собрал я этот узел, теперь жду, когда он высохнет с полчаса и буду ставить на автомобиль. Герметик подсох, не совсем, правда, но подсох. Будем устанавливать на место. Так, вот они у нас два. Патрубка это входной, это выходной, как я понял, из печки. Я их маленько тут, видите, когда сдергивал шланг, покосал, поэтому придется намазать герметиком. Сейчас предвижу кучу критики в мой адрес в связи с тем, что я вот тут, как говорю, покосал. Но я говорю честно, как есть, вот эти патрубки очень тонкие, кто-то, если может не покосать, ну не покосайте, аккуратненько снимайте, но у меня не получилось. Поэтому ругайте, говорите, вот я сделал уже так. Да, кстати, я на этот патрубок буду одевать уже шланг натягивать после того, как залью тасол, чтобы видел, что отсюда побежал, ну то есть, что нет пробки в самом, в самом подогревателе нет пробки воздушной, поэтому буду одевать его последним. Лучше, конечно, сделать какой-то здесь типа этот ревизию, чтобы откручивать ее, заливать, и видно было, что там есть тасол. Ну, вот так вот. Вот этот шланг-то, конечно, можно было не сдергивать, раз уже сдернул, придется одеть. Шланг, на котором подогревателя не будет. Обильно его смазываю, потому что еще раз говорю, патрубок немножко я поджал плоскогубцами. И тем временем, пока у меня, смотрите, два патрубка сохнут, я одену патрубок, который я не буду мазать, как был, так пусть остается. Двигатель, теперь надо на него натянуть хомут. Ну что, все, к сборке готово. Заворачиваем кран от печки, от печки, от радиатора. Это сегодня совсем. И тасол, который слили, вот он. Сейчас будем заливать назад в систему охлаждения двигателя. Столько тасола выбежало. Тасол, антифриз. Одеваю на место шланг радиатора, патрубок, шланг. Все, хомут на месте. Теперь заливаем тасол. Вот, видите, с печки уже тасол начал бежать. Давай. Лить? Потихонечку, да. Так, наверное, пора уже одеть шланг. Вот так вот. Лей, продолжай. Ну, куда лить-то тут полно? Не идет больше? Да. Так, так, так. Вот он, видите, через верх пошел. Одеваем. Оп. Вот так вот одел. Так. Тасола практически мало осталось. Но это надо будет машину завести, чтобы по всем закололкам он прошел. И тогда. Так, ну все. Теперь одеваем на место хомут. И вуаля, как говорится, наш подогреватель установлен. Все. Подогреватель, можно сказать, я установил. Теперь, видите, от вибрации он будет вот так болтаться. Желательно бы его вот за это ушко к чему-то подтянуть, привязать. Для контроля здесь надо будет все протереть, чтобы было понятно, что бежит, не бежит. Получается, он немножко лежит на потопке, вот на этом. Ну, здесь что-то подложить придется. И обязательно надеть вот этот хомут, вот он, который я снимал. потому что два шланга будут держать лучше, чем один. Это не такой уж тяжелый подогрев. А, здесь я еще проверяю все хомуты, как бы не дотянул маленько. Вот так вот. Вот так все нормально. Получилось очень даже неплохо. Смотрите, вот этот вот хомут, который два шланга держал вместе, он держит насос. Насос не тяжелый, ну, сколько он, ну, грамм, ну, грамм 200-250. Конечно, он упирается вот здесь вот в перегородку. Вот видите, вот она, вот эта вот часть, это у меня второй подогрев, вот эта часть, она упирается в стенку. Как бы его как-то повернуть слегка. наверное, не знаю как, но как-то надо умудриться или подложить под него что-то, чтобы провод не протерся об эту стенку. Ну, смотрите, я вот сделал такую прокладочку, то есть, вот это отверстие под провод, а сейчас я одену на него. Вот смотрите, сделал я вот такую резиновую подкладочку, я думаю, должна она работать нормально. Вот, скажу, чтобы следил человек, мало ли. Ну что, теперь, не заводя двигатель, попробую проверить, как работает этот подогрев. Т 베рень, не заводя digo. Продолжение следует...